всем привет меня зовут татьяна кравченко буквально два с лишним месяца назад я сдала генетический тест на определение своих физических показателей фитнес способностей и пищевого поведения я решила поделиться с вами этой информации потому что очень часто люди задают этот вопрос если смысл сдавать генетический тест хочу отметить этот тест не на определение национальности или на определение моих корней это именно тест для определения фитнеса и здоровья естественно это мой тест и я буду его рассматривать и объяснять какие-то моменты давайте посмотрим что меня в прежде всего поразило вот в этой области написано о том что у меня индекс массы тела находится в норме по факту это не так потому что индекс 28 и 1 показывает что у меня превышение то есть так называемая излишняя масса тела распределение белков жиров и углеводов в принципе среднестатистическая и по правилам диетологии количество углеводов в рационе любого человека вне зависимости от поставленных целей а должно составлять от 50 до 55 процентов далее значит ниже в указанные маркеры на которые следует обратить внимание мне в прежде всего и показано типы тренировок которые мне могут быть рекомендованы но мы давайте перейдем более подробно в этой вкладке показаны витамины которые у мною переносится хорошо плохо либо очень плохо давайте посмотрим витамины голубым показаны те витаминные группы и микроэлементы которые моим организмом усваиваются очень хорошо желтым показано средний показатель его таким розоватым показатели тех витаминов которые у меня усваивается плохо все показывать я не буду просто я покажу общие моменты то есть у меня витамины группы очень хорошо усваиваются а витамины группы b9 и витамины группы b12 усваиваются плохо что может предположить что у меня есть определенные проблемы с усвоением других веществ которые я покажу далее пищевое поведение здесь показаны некоторые тяги и так скажем предпочтение нашего организма у меня допустим написано что у меня есть тяга к употреблению сладкого так как у меня повышающий маркера есть но я не буду читать вот все что здесь написано если захотите поставить на паузу прочитаете далее чувство насыщения у меня понижающие днк маркеры и это говорит о том что у меня есть так называемый риск к перееданию потому что у меня есть один понижающий маркер в принципе связи с моими моментами жизненными у меня этот маркер не сильно влияет потому что благодаря врачам у меня практически отсутствует чувство насыщения привычка чаще перекусы средний уровень то есть у меня нет привычки часто перекусывать и принципе у меня нет потребности там перекусывать каждые два-три часа я могу есть раза в день мне этого будет достаточно порог чувствительности горькому я очень кислое и острое но очень не люблю горькое и в принципе это мне подтвердил данный тест потому что у меня очень низкий порог чувствительности далее ощущение сладкого вкуса у меня нейтральные маркеры то есть в принципе я отношусь спокойно к ощущению сладкого вкуса то есть у меня нет в нем сильные потребности что в принципе интересно то что я люблю сладкое но при этом сладкий вкус мне абсолютно безразличен так скажем и видимо у меня есть физиологическая потребность к потреблению сладкого привычка переедать тут же мне опять же низкий уровень то есть здесь небольшой диссонант то есть у меня есть понижающий маркер но при этом привычки передать у меня нет в принципе может быть это было бы так если бы у меня не было некоторых физиологических некоторых заболеваний связанных с неправильным оказанием медицинских услуг теперь посмотрим непереносимость продуктов вот тут меня очень сильно повеселила ситуация чувствительность кофеину на то есть у меня очень высокий уровень то есть это говорит о том что я очень чувствительна кофеину и мне может быть плохо при употреблении большой дозы кофеина то есть здесь рекомендации сейчас немножко ниже спущу написано о том что мне нежелательно употреблять более 1 2 чашек кофе скажу честно я употребляю не менее 6 чашек кофе в день потому что по-другому я не могу может быть у меня привычка фактом что я точно знаю что только после 10 выпитых чашек мне может стать плохо здесь написано что я мне может быть плохо от небольшой дозы кофеина но в принципе возможно так как эта привычка и у нас есть привыкание к определенным препаратам то соответственно возможно это привычка вырубила связи с моей гипотонией переносимость алкоголя мне известно что у меня очень плохая переносимость алкоголя я не люблю пить поэтому мне показан понижающий днк маркер а непереносимости глютена у меня естественно нет что в принципе мне показала этот тест а дальше меня немножко повеселило что генетически у меня есть предрасположенность к непереносимости лактозы мой отец долгое время не мог пить молочные продукты мы ему восстанавливали ферментацию кишечника на лактозу то есть у него сейчас все хорошо но у него есть ограничения у меня также есть ограничения я то есть пью молоко все хорошо но очень больших дозах у меня может вызвать несоварение но именно с точки зрения генетической предрасположенности она у меня присутствует теперь посмотрим липидный обмен что такое пинаминат обмен жиров в нашем организме точки зрения генетики у меня есть маркеры которые могут ввести увеличению общего холестерина то есть я как бы могла бы если бы не было других маркеров иметь вот заболевание связанность с повышенным накоплением в организме так скажем холестерина но связи с тем что у меня липопротеиды низкой плотности плохо усваиваются и также средний усваиватель либо продает высокой плотности то вот эти два маркера вот этот и этот фактически нейтрализует вот этот уровень гомоцистеина вот тут я не была удивлена тому что он высокий так как у меня как мы видели ранее плохо усваиваются две группы витаминов b и как раз из-за этого этот уровень у меня может быть высокий потому что это взаимосвязано триглицериды жирные кислоты принципе они у меня усваиваются нормально не есть не ведут к большому накоплению и так далее теперь посмотрим по спортивным предрасположенностям уровень эстрадиола это женский половой гормон он у меня имеет повышающий днк маркер а о чем это говорит то есть если взять среднестатистического человека то у меня уменьшение жировой ткани более медленно идет чем у других людей еще имеющих понижающий либо нейтральный маркер мне немножко тяжелее снижать массу тела жировую чем другим людям у которых нейтральный днк маркер либо понижающий днк маркер так как уровень эстрадиола у меня имеет повышающий маркер то есть логический довод предположить что у меня возможно есть предрасположенность к излишней массе тела что в принципе тест и показывает потому что у меня есть повышающий маркер и при риске избыточного веса тела связано с ли с лептином но это гормон отвечающий за набор жировой ткани эти два показателя они между собой вполне взаимосвязаны меня поразил тот факт что у меня нет нарушения циркадных ритмов я почему-то предполагала что у меня будет повышающий маркер но у меня оказалось что все нейтрально травмы заболевания тендевит ахилла сухожилия то есть я точно знаю что у меня повышенный риск так как у меня есть травмы чиколоток то в принципе тендевит мне грозит разрыв крестообразных связок у меня тоже риск средний вывих плеча то же самое у меня предрасположенность низкая но глупость моей жизни далось возможность мне вывихнуть плечи то есть вот эти два пункта я нарушила очень жесткая и получила эти так скажем заболевания сотрясение мозга а начнем с того что у меня очень высокий риск сотрясение мозга генетически и это так скажем было подтверждено тем что я за свои 42 года девять раз получала сотрясение мозга варикозная болезнь вен нижних конечностей риск средний смотрим далее физические показатели ну тут честно говоря я немножко была удивлена потому что я всегда считала что у меня с выносливостью большие проблемы с силовыми способностями у меня все хорошо но что показала я среднестатистический человек то есть силовые способности у меня средние выносливость у меня средние потребление кислорода средние но при этом у меня есть небольшой момент это процент волокон первого типа мышечной гипертрофии в ответ на упражнение то есть у меня повышающий маркер и я знаю что у меня относительно среднестатистической женщины мышцы прирастают лучше и быстрее то есть не больше просто от отклик мышечной ткани у меня лучше и мне легче например начать тренироваться и получить результат именно с точки зрения гипертрофии мышечной массы чем другим людям расширение сосудов опосредственно оксидом азота это памп ну это так называют у меня нейтральное соответственно у меня все хорошо и в принципе у меня проблем с этим тоже нет но вот мои все время моменты когда я перетренировалась и мои тяжелые перенесения новых видов тренировок мне подтвердил повреждение мышц интенсивными нагрузками то есть как только я меняю тренировочную программу так называемая крепатура у меня выходит в самые высокие значения то есть я всегда удивлялась почему у меня болит сильнее чем у других людей это вполне объяснимо но я как бы понимала что что-то у меня есть более повышенный какой-то уровень но вот оказалось что у меня и более легко набирается мышечная ткань ну и также страдаю от этого больше других людей но в принципе для меня это логично и понятно и я не вижу в этом ничего страшного то есть единственное что тут не попасть в зону перетренированности иногда бывает легче чем обычным людям особенности телосложения тут интересно а начнем с того вспомним что мне было написано что у меня индекс массы тела 28 1 и по среднестатистическим показателям у меня должна быть написано излишней массы тела но видимо из-за того что у меня высокий уровень индекса массы тела как здесь показано хотя меня немножко это удивляет с другой стороны тоже генетическая предрасположенность а мы ее можем активизировать а в некоторых вещах мы можем и ей сопоставить свою жизнь и так скажем противопоставить свою жизнь и у меня показано что индекс массы тела в принципе у меня выше чем у среднестатистического человека жира масса средний уровень то есть у меня нету повышенного момента по набору жировой массы это меня конечно же радует как любую другую женщину ну и соответственно так как у меня есть способность к набору мышечной массы так как у меня волокна первого типа имеют положительную динамику и вполне логично предположить что мышечная масса у меня имеется высокий уровень то есть мне ее так скажем вот здесь написано в предрасположенных больше мышечной массе чем 75 процентов людей при рубляных нагрузках и снижение количество подкожного жира вы сможете приобрести объемный рельефную мускулатуру риск ожирения при повышенном потреблении жиров у меня есть повышающий маркер то есть грубо говоря я немного более предположена к риску ожирения если я буду есть очень жирную пищу калькулятор дед что здесь интересненько здесь очень довольно интересная ситуация то есть написано рекомендованные норма ну то есть скажем так я точно знаю что моя рекомендованные нормы для снижения массы тела составляет 1600 калорий в день в среднем но у меня вот здесь то есть я знаю что 1 и 5 мне более чем достаточно белка ну то есть 20 процентов так скажем но я считаю по другим немножко показателю но в принципе я здесь соглашусь но жиров здесь мне очень мало дадено потому что 07 от массы тела это тот минимум который можно кушать потому что 45 грамм жира для моего телосложения для моего база жизни очень мало конечно эти цифры близки к тем показателям которые я знаю но скажем так лариная теория довольно усредненный момент поэтому я особенно не переживаю потому что я не рассчитываю к бжу я уже давно знаю как я питаюсь но и дальше здесь очень интересные моменты то есть варианты завтраков есть варианты обедов есть варианты полников варианты ужинов то есть скажем так мне предлагают питаться четыре раза в день в принципе для человека который не очень хорошо разбирается каких вещах то в принципе здесь нормально было бы посмотреть то есть если взять человека например который хочет похудеть ему дать 1600 калорий и если он будет более менее следовать тем моментам которые здесь указаны в принципе он похудеет что хочу сказать меня очень напрягли товарищей с генотек прошло два с лишним месяца потом они очень долго тянули то есть на самом деле за 19 900 такой уровень обслуживания очень плохо но я считаю что есть компании более интересные более лучшие которые делают генетические анализы это моя сугубо субъективная точка зрения то есть эксперимент был поставлен мне было это интересно я поняла некоторые вещи но из всей ситуации могу что сказать все что я получила плюс информации это вот витамины и в спортивных предрасположенностях я увидела некоторые моменты по поводу холестерина но и так некоторых гормонов то есть вот эстрадиол холестерин и так далее меня очень вот удивляет вот этот момент есть у меня есть риск и повышение индекса массы тела то это не показатель того мне 28 1 это норма меня 28 1 да это правда и у меня избыточная масса тела вот пожалуйста здесь даже написано 25 130 избыточная масса тела так с какого перепугу мне написали норму вот тут у меня вопрос плюс ко всему пока я не написала в компанию о том что после того как я заполнил анкету прошло очень долгое время и мне не восстанавливали доступ к сайту пока я не написала жалобу мне ничего не было если вы хотите обратиться и провести генетический тест то я не рекомендую генотек хотя по факт я являюсь их представителям потому что приходила у них обучение могу даже показать то есть если зайти в диету и фитнес то я выпадаю списке тренеров и диетологов которые вы можете обратиться когда обращайтесь в эту компанию вот пожалуйста то есть я подтверждаю этот факт и соответственно моя задача привлекать новых клиентов но я бы вам не советовала обращаться в компанию генотек то есть это мое резюме в некоторых местах я высказываю свою субъективную точку зрения и не требую чтобы вы были с нее согласны поэтому вы можете высказываться в комментариях под этим видео о своих согласиях либо не согласен с моей точки зрения также я хотела бы узнать интересно ли вам такие форматы видео и есть ли смысл мне их снимать обра стрессы the most wanted